Светлана, я очень рад сегодняшней нашей встречи и перед тем, как начать нашу беседу, я попросил бы, чтобы вы, наш любимый Константин Агапаронович, сделали свое приветствие нашему телезрителю. Пожалуйста. С чего все началось? Я все расскажу. Я приветствую все это и хотел бы услышать маленький такой рассказ о вашем начале. С удовольствием. Все началось в Москве, где я родилась и выросла и поступила в институт имени Гнесиных на вокальный факультет. В 87-м году я закончила институт, пришла в Москонцерт, а в 88-м пришла в Московский еврейский театр «Шалом». Я сама не ожидала, что именно так сложится моя музыкальная карьера, мое амплуа сценическое, что я буду петь еврейские песни. Но так получилось, меня пригласили и я с удовольствием выучила репертуар, при том, что я еврейка и слышала эти песни с детства и всегда их очень любила. И так сложилась моя программа, с которой я объездила почти 40 городов бывшего Советского Союза вместе с группой замечательных. А язык ты уже знала? Еврит знала? Еврит я не знала, нет. На идише я пела песни, я просто повторяла. Это язык европейских евреев. Я почему-то спрашиваю, я извиняюсь, потому что многие национальности, живущие в Советском Союзе, потеряли свой язык. В том числе и много армян, которые обрусели. Когда мы гастролем бывали в какой-то республике, встречались с нашими земляками. Многие даже на армянском не могли говорить. Я поэтому спрашиваю, ты знала еврит? Ну, евреи-то потеряли свой язык давным-давно. Еврит я не знала и не могла знать, живя в Москве. В Советском Союзе это было абсолютно исключено. Я не представляю. Я знала просто по музыке, слушала кассеты, пластинки. А потом, когда стала профессионально этим заниматься, стала учить и стала хотя бы понимать, о чем я пою. А потом в 90-м году был первый такой всесоюзный фестиваль поп и рок музыки «Ступень к Парнасу», на котором я завоевала первое место, стала лауреатом этого конкурса. И это был 90-й год, 1990-й. Моя большая личная победа, потому что я на международном конкурсе исполняла еврейские песни на еврейте. Это не только твоя победа, это победа еврейского народа. Еврейского народа, да. Потому что каждая маленькая победа частного лица – это победа его народа тоже. Конечно. Но я думаю, что мне очень помогло жюри, потому что народное жюри, которое уже было абсолютно объективным, и здесь уже ничего нельзя было сделать. И вот в таком состоянии абсолютного полета, счастья и победы я приехала в Соединенные Штаты Америки. Можно сказать, на пике своей карьеры, когда все только начиналось. Я приехала в 91-м году в начале. Вот как раз сейчас ровно 13 лет, как я живу здесь, в этом месяце. И чем-то это передача юбилейная для тебя. Да, для меня это очень символично. 4 февраля было 13 лет, как я в Лос-Анджелесе. И приехав сюда с группой музыкантов под руководством замечательного джазового дирижера и композитора, вы, конечно, его знаете, маэстро Анатолия Кролла, мы приехали в Соединенные Штаты, и я осталась. Осталась, и все, я больше не вернулась никогда туда. Да, интересный рассказ. Я даже не знал, что Кролл с оркестром был здесь. Они были здесь? Они были здесь впервые с моими концертами в 91-м году. Ах, это был твой концерт? Да, это был мой концерт. А они как бы тебя вот с тобой вместе аккомпанировали? Они меня аккомпанировали, они вернулись, а я осталась. Все понятно, потому что я со своей программой сюда не приезжал. Никогда. Мне очень интересно, когда состоялась первая встреча с Константином Урбеляном? Вот она сказала, 90-й год ступень к Парнасу, да? Да. И все же ее, так сказать, успехи, ее первый успех к ней пришел, так сказать, раньше. Я помню, как сейчас, театр эстрады в Москве, в начале 80-х годов, значит, да. Ей было тогда 18 лет. Я помню, как я был членом жюри Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Причем я был именно в этой секции вокально, вокально-инструментально, музыкально. Потому что там были и цирковые жанры, и разговорные жанры, все. Я был как раз вот в этом жанре. И, значит, когда вышла очаровательная девочка совершенно, ей было 18-19 лет, как сейчас помню, Света, в темном платье, грустные глаза какие-то такие, почему-то были, невзирая на такую праздничную, что ли, такую обстановку и все прочее. И она нас совершенно поразила. Выразительно, мягко, элегантно. Где-то грустинка такая была. Это у нее и сейчас. Я вот был на ее концерте вот здесь в прошлом году. И должен сказать о том, что там Света произвела просто изумительное впечатление и была удостоена высшего, значит, приза. Это случилось еще до 100... Почему ты об этом чуть не вспомнила? Не знаю, как-то я училась тогда на первом курсе, и я забыла. Светочка, это все же всесоюзный конкурс артистов эстрады. Я считаю, что твои биографии... Это был 83-й год. 83-й год. Я считаю, что об этом забывать не нужно. Тем более, что в жюри сидели такие авторитеты, такие, как, значит, сидел Юрий Силанцев, значит, Юрий Васильевич сидел. Юра Саульский, значит, я вот, как сейчас помню, сидел, если не ошибаюсь, я не знаю, Александр Саульович с Фасманом был тогда или его уже не было, значит, да. С Фасмана, я не помню, был Журбин, Александр Журбин. Журбина не было. Нет, значит, я путаю. Я его не помню, но Леонид Васильевич Утесов, кажется, был. Вот, кажется, был. Не помню. Кажется, был Леонид Васильевич Утесов. Я делал даже не в этом. Дело в том, что, так сказать, она прекрасное впечатление произвела. Причем, должен сказать о том, что, так сказать, уровень конкурса был очень высокий. И тем не менее, значит, она вот прекрасное, значит, впечатление там произвела. Я почему сейчас как-то ваш разговор как-то сам, потому что мне хотелось напомнить, что все началось не с Умени, а с Парнаса, а все началось именно вот тогда. Ну, мы еще поговорили. То есть, твой Парнас был конкурсом, что вы страны. Да, безусловно, но в этом промежутке были еще студенческие годы, в течение которых ничего не происходило в моей жизни, а все началось именно после вступления к Парнасу. Поэтому как-то вот именно работа, именно такая плодотворная, творческая работа началась тогда. А после этого я следил уже за ее успехами, за ее деятельностью, следил уже, так сказать, знаете, как из прессы. Уже пресса. Да, уже пресса, значит. Я знаю, ведь Света, мы об этом поговорим и Света расскажет. Света очень много гастролирует, значит. Я как раз. И она в Америке, между прочим, бывает реже, чем в других странах, значит. В том числе, между прочим, и в Москве, и в Европе, и во многих других странах. Так что вот мне хотелось это тоже, значит, сказать. Вот я уже все, уже следил о Свете, о ее делах, все следил, уже, так сказать, читал статьи о ней, читал, значит, о ее гастролях, и надеюсь, что все будет прекрасно. Светлана, мы заговорили о гастролях, и мне очень интересно, как тоже бывшему гастролеру, я тоже в свое время лет 10-12 гастролировал по Союзу, по соц. странам, и все время вспоминаю до сих пор эти гастрольные дни. Я не знаю, есть, наверное, артисты, которые, скажем, любят работать на стационаре. То есть есть какой-то зал, они в этом зале работают, или телевидение, или радио, записи, никуда не любят выезжать. Как ты относишься к гастролям, и помнишь ли ты свои гастрольные дни хорошие или плохие? Конечно. Мне кажется иногда, что если бы я не была певицей, актрисой, я была бы географом, наверное, или геологом. Я без этого просто не могу, это моя жизнь. Когда я еще совсем маленькой девочкой, мы путешествовали с родителями, очень много меня всегда брали везде. Папа ездил в командировки много и читал лекции, и я помню себя с 4 лет всегда с родителями. И вот с тех пор, наверное, я полюбила гастрольную жизнь, жизнь путешествий, поэтому это моя жизнь. Я считаю, что это самое большое счастье и привилегие в жизни любого человека, у которого есть возможность путешествовать, даже не говоря об искусстве. Но я счастлива, что именно так сложилась моя жизнь здесь, что я имею возможность выступать. Будучи в Советском Союзе, а моя жизнь и карьера начиналась именно в Советском Союзе, не в России, когда это был Советский Союз, я с трудом представляла, как я смогу ездить. Есть еврейка из программы еврейских песен. Никто не мог представить, что железный занавес поднимется. И у меня даже был момент, когда я после института сразу пришла в хор имени Пятницкого. Я пришла в русский народный хор имени Пятницкого в расчете на то, что я когда-то уеду с этим хором и никогда не вернусь в Советский Союз. Здорово. Слава Богу, я там не осталась. Были очень трудные годы. Я года четыре тому назад встретился в беседе телевизионной с бывшим, то есть с бывшим, потому что этого ансамбля уже нету. Были ансамбли «Самоцветы» и «Пламя», если помните. Конечно. И организатор был тот же человек, кто организовал «Самоцветы», потом, значит, организовал «Пламя». Это был тогда, его звали Николай Михайлов. А потом, когда он приехал в Америку, оказалось, что это Карл Рапопорт. И он рассказал мне историю, когда «Самоцветы» уже в пике были, пригласили нас в дворец съездов на выступление, и ко мне в кулицах подошли люди со звездочками и сказали, вы знаете, что мы очень хотим, чтобы вы выступили, мы очень любим этот коллектив, но вы должны поменять вашу фамилию и имя. И говорят тогда, ребята говорят, слушайте, давай меня, все равно нам надо выступать, лучше выступить, ты поменяй, кто на это обращает. И я, говорит, поменял, стал Николаем Михайловым, и так и за мной. Он что, он музыкант был? Он был музыкант, и он живет в Лос-Аншелесе. Он здесь живет, ударный. Да, уже больше 20 лет он живет здесь, в Лос-Аншелесе. Это было 4-5 лет назад. Я знал другого, потом другого, я другого ударника знал из самых светов потом, из мужского концерта. Маэстро, что вы можете вспомнить с вашей гастроли? С моей гастроли? Для этого нужно... Писать книгу. Несколько передач надо. Я знаю, что это... Все-таки это было на протяжении 36 лет. Я только хочу сказать вот такую вещь, что Света вот часто бывает в Москве, и причем выступает иногда, в том числе и в Зале России. Так ведь? Ну вот, если уж ты задал мне такой вопрос, я хочу как-то связаться со Светой, значит, что первыми в Зале России, когда был Зал России, так сказать, построен, это во дворе гостиницы России, знаешь, да. Я знаю, я смотрю... В первые выступили там мы. Причем не просто выступили. Нам было поручено опробовать акустику этого зала. Министерство культуры СССР. Это 68-й год, по-моему. 68-й год, 69-й год, вот что-то. Когда зал был построен, Василий Феодорович Кухарский был, значит, замминистра культуры. Он просил меня с оркестром сыграть концерт для строителей этого зала. Полный зал был строителей, те, кто строил этот зал. И попросили меня дать свое, так сказать, мнение, заключение по поводу акустики этого зала, что я работал все-таки с большим оркестром, это Big Band, значит, и эстрадный оркестр Армении, да. И должен сказать, что акустика мне тогда не понравилась, значит. И вот мы потом разговаривали, все прочее, и там было кое-что, так сказать, изменено. Какие-то специальные такие, знаете, акустические щиты были поставлены, все прочее, приводили, довольно долго приводили. И кроме того, мало того, что первый концерт был для строителей, и что вот мы с акустикой тоже у нас было такое поручение послушать. Кроме того, когда все было готово, мы снова сыграли. И на протяжении, должен сказать, на протяжении 14 лет, 14 лет, ноябрь месяц в зале «Россия» был наш. Это по 20, по 15, 20 концертов, значит, каждый год в зале «Россия». Причем хочу сказать о том, что вот мы сегодня вспомнили один московский Big Band, они в этом зале никогда не выступали, значит. Кстати... Оркестр Крова. Ну, я не хотел называть сейчас, напоминать этот самый, и другой коллектив тоже. А вот 14 лет мы, ноябрь месяц, мы работали в этом зале с концертными, значит, программами. Это связано... Почему я об этом вспомнил? Потому что я знаю, что Света недавно была в Москве, кажется, и новогодняя программа была, или что? Это была новогодняя программа. А в этом зале? Нет, 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 нет. Это была телевизионная сила. Нет, но я знаю, что у тебя в зале «Россия» тоже было. В зале «Россия», да. И вот будет в марте еще. Да, ну, я об этом и вспомнил. Хочу сказать, что зал «Россия» — это один из самых престижных залов Европы, хочу сказать. Потому что в марте уже не говорят, потому что это почти 4000 мест в этом зале. Это престижный зал, значит, выступать в этом зале — это как свидетельство большого признания, что ли. Вот такая... Это связано с залом «Россия», да. Ну и что к концу... Наши какие-то пути со Светой не пересекались все вот те годы, когда я с оркестром гастролировал. Ну, естественно, она... К сожалению, причем хочу еще один небольшой секрет сказать. Это уже такой разговор. Получилось так, что в жизни Светы, значит, когда она еще была совсем юная, значит, ей пришлось года два пожить в Вереване. Так я понимаю, да? Был такое? Год. Год, 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 год. Причем я удивляюсь, я все хочу задать Свете вопрос. Света, как получилось, что этот год ты была, значит, в Вереване и ни разу как-то, так сказать, и как-то... Как-то не пришла как-то. Мы не встретились, с нами не поработала. Ну, к сожалению. Это было очень давно. Я была еще далека от музыки. Так что, пожалуйста, продолжим чуть-чуть еще разговор о гастролях. Мне интересно, мне кажется, нашему телезрителю тоже встречи во время гастролей. То есть это живые встречи с живыми людьми. Это интересные воспоминания в любом случае. Мне приходится много ездить, много путешествовать. Я благодарна Богу, что судьбе, что есть такая возможность видеть мир. И в основном я выступаю перед еврейскими общинами всего мира. Не только перед русскоговорящей еврейской общиной здесь, в Америке, ну и, конечно, в России. Это и в Канаде, и в Латинской Америке, и в Западной Европе, конечно, это Израиль, и даже Япония. Даже Япония? Еврейская община в Японии? Нет, нет. Там действительно есть очень маленькая еврейская община. Но есть. Есть, очень маленькая. Но там я выступала перед японской аудиторией. Я пела хазанут, контериальную, литургическую музыку, синагогальную. И даже подписала контракт с Columbia Record на выпуск диском контериальной музыке. Но я хочу сказать, что везде, где я не бываю, конечно, мне приятно выступать перед своими земляками, перед моими бывшими соотечественниками. Но везде я встречаю совершенно разных, разных, непохожих друг на друга и в то же время людей, с которыми я нахожу очень большую общность, очень много общего, духовного и исторического. И, кстати, буквально везде я встречаю армян и представителей армянских общин вплоть до, даже в Аргентине. Ну, кстати, это факт. Это известно, что в Аргентине большая армянская община. Меня это потрясло, что в Буэнос-Айресе огромная украинская община. Там даже есть памятник Тарасу Шевченко. Очень большая армянская община, еврейская община и очень большая армянская община в Израиле. Вот это самая трогательная встреча, самая трогательная. В Иерусалиме у меня есть в старом городе любимое место, в которое я всегда захожу, когда я бываю в Израиле. Это армянский квартал в Иерусалима, где находится семинария и находится жилой квартал, где живут армяне. Армяне такого патриархального, традиционного вида. Меня это всегда так умиляет. Законсервировались. Законсервировались, да. И там есть даже армянская таверна, которую держит парень по имени Мавсес, который родился в Израиле. Говорит по-армянски. Очень редко бывает в Армении. Вибринское имя, да? Мавсес. Да. Но имеет большое сердце и очень гостеприимный человек. И мы всегда с ним беседуем, всегда говорим об армянах Израиля. И всегда находим с ним что-то такое необыкновенно теплое, общее, что наш народ объединяет. Нашим телезрителям будет интересно узнать, что в Армении, в Иеревании есть еврейская община. Да, конечно. Которой руководит наша общая знакомая Рима Варжапетян. Совершенно верно. Она по мужу Варжапетян, она еврейка. И в Иеревании есть очень представительная еврейская община. Две тысячи членов еврейской общины. Две тысячи членов, да. Так что вот это. А у нас много было друзей в Иеревании, в Армении, еврейской национальности. Ну, это потом уже со временем многие переехали в Израиль. У нас очень много общего в нашей истории, в нашей жизни. Мы даже внешне похожи. И в нашей судьбе, конечно, в нашей многострадальной судьбе очень много общего. И в нашей музыке, и в нашей культуре очень много общего. Вот Константин Агапаронович упомянул, что еще в те годы, когда первый раз встретил Светлану, еще будучи девочкой, были очень грустные глаза. Я хотел дополнить, просто я захотел приведить маэстро. У нас, и у армян, и у евреев, все время будут грустные глаза, потому что это уже идет как-то по генам. Это что-то генетическое, да. Это от наших прадедов, потому что сколько бы мы не веселились, все равно кровь чувствует, это не изменишь. Насколько бы красивые были глаза. Все равно глаза грустные. Но зато мы умеем смеяться и шутить. Конечно, мы умеем и смеяться, и шутить. Светлана, с твое позволение, если ты закончила, конечно. Да. Я хотел бы раскрыть наш маленький секрет телезрителю, дорогие мои телезрители. Сегодня у нас примера песни. Многие уже знают, что экспресс-телевидение – это также телевидение, которое всегда делает презентации песен нашего любимого композитора Константина Агапароновича Орбеляна. И я горд этим и рад, что именно в экспрессе первый раз звучит новая песня Константина Агапароновича. Армен, если разрешишь, да. Сегодня, естественно, в исполнении. А я очень рада, что эта честь принадлежит мне. Исполнить эту песню первой. Сегодня Светлана Портнянская, замечательная певица, которую я уже говорил, давно знаю и очень высоко ценю. Она споет первый раз мою новую песню. И эта песня будет прозвучить на английском языке. Стихи написала поэтесса Алисия Киракосиан. Эти стихи на английском языке. Кстати, аргентинская. Кстати, она уже довольно давно живет в Америке. Но это замечательная поэтесса. И в прошлом году она даже была выдвинута на Нобелевскую премию, между прочим. Аргентина ее выдвинула. И вот эта песня называется «Америка». Вот мы посвятили эту песню Америке. Мне кажется, она и по стилю, и по духу своему, что ли, и по музыке, она действительно, так сказать, соответствует своему названию. Так вот, значит, Светлана, сегодня мы записали эту песню. И сегодня вот Света, значит, попросим Светлану, значит, эту песню. Значит, это впервые. Причем должен сказать о том, что действительно Аргентин правильно вспомнил, что некоторые мои произведения в презентации, первое исполнение было у него в программе. Вот, например, мои друзья. Это Эрна Юзбашан и Эразмик Мансурян. Две песни у Эрны были. И Эразмика две песни. Две песни. Презентация была тоже, значит, у Армена в программе. Значит, это счастливая традиция. И счастливая традиция. И мне это очень приятно тоже сказать. И мне кажется, мне кажется, вот эта связь двух культур, армянской и еврейской, это наглядный пример дружбы народов. Потому что мало говорить и пить какие-то тосты за народы. Лучше всего, когда конкретно люди вместе действуют, вместе что-то создают, созидают. И самый яркий и хороший пример – вот это сегодняшний день, что мы все вместе сидим. Это пример нашему народу, чтобы они тоже, каждый нашел себе друга, друзей, поприще какое-то, где он мог бы сотрудничать, творить вместе с каким-то другим народом. Я очень был близок, и очень дружил с Зиновием Ефимовичем Гертом. Это такой легендарный артист. Это личность художественная, так сказать, что просто… И он всегда говорил, когда мы собирались за столе, веревали, значит, и веревали, и в Москве. Он говорил, давайте выпьем за великое армяно-еврейское единение. – Все правильно. – Это его был любимый тост. – Все правильно. – И я хотел просто услышать, как Светлана приняла это предложение спеть песню, как она подошла к песне. – Армен, я это приняла с радостью, и я еще раз говорю, это большая честь для меня – исполнить песню «Маэстро», и, как говорится, лучше поздно, чем никогда, если это не случилось там, это случилось здесь, и я надеюсь, что это только начало. – Я тоже надеюсь, между прочим. – Так что, дорогие друзья, я представляю вашему вниманию пример песни в исполнении Светланы Портнянской, автор, композитор Константин Орбелян. Слова, написанные поэтессой Алисой Киракосяной. – Светланы Портнянской, автор, композитор Константин Орбелян и Алисой Киракосяной, социальные события была пьемея с Светланы. – А Алисой Киракосяной, первой имел с константин Светланы Киракосяной Andresой. – Я истец был попрос, и я теперь продолжаю о том, что этот первый день идет проявление. Поэтому, у нас сегодня все будет первый из дек mulher. – Алисой Киракосяной и Алисой Киракосяной, almost 10 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 поговорили о гастрольной жизни нашей и мы также дали людям знать что надо надо любить друг армян часто по армянским каналам телевизионным передают исполнение света и когда показывает так вот концерты какой-то обзор все не знает а армянка или это русская или обусевшая армянка кто она такая ну потому что на армянском языке сейчас как раз момент чтобы пришли на концерт и узнали я в душе значит они жили я любил печер confidentiality а чтож Спасибо, Маэстро.